всем привет с вами адвокат бехметьев я не блогер я юрист и в данный момент я уже нахожусь в россии но теперь давайте поговорим ну во первых что очень важно что всем кто называет себя адвокатом вот вы по дороге могли заметить где нахожусь надо было сказать угадайте в какой стране я нахожусь и заметьте это по дороге но будем смотреть на вот это озеро прекрасная которая тут образовалась после того как выкопали трассу из москвы в санкт-петербург отсюда брали песок и потом образовалась вот это вот озеро после того как отсюда весь песок вывезли туда на эту платную трассу так значит да что важно во первых когда человек говорит вам адвокат очень важно проверить действительно так сейчас очень очень это удобно сделать я размещу ссылку на сайт министерства юстиции и на сайте министерства юстиции прям можно ввести имя фамилию отчество и проверить адвокат бехметев антон гигеевич еще раз на всякий случай и там смотрите статус какой адвоката номер какой регистрационный все такое то есть это не просто когда человек купил диплом метро там вот я теперь адвокат пошел всем говорить не это не так работает и теперь это раньше это было сложнее проверять надо было на сайте палат заходить разных губерний так сказать а теперь это все в одном месте на сайте минюста так значит сша смотрите да да действительно как вы могли березки вот смотрите березки как кому-то не хватает березок в америке в америке из березки но не просто не на юге а на севере ближе так канаде вот что еще балалайка матрешка но не сильно скучал по ним я вам честно скажу не по балалайка мне по матрешкам медведи в сша тоже есть поэтому поэтому по медведям тоже не очень скучал сейчас только что выгулял своего медведя поэтому теперь мы можем с вами поговорить потом приду выпью водки и буду играть на балалайке например такой план на день значит касательно дальше касательно наших всех историй подводим итоги подводим итоги ребят про америку надо уже пора подводить итоги значит все это началось вся эта история началась получается полтора года назад я записывался кстати я здесь недалеко находился тогда когда записывался в консульство насти в россии сейчас нельзя получать нельзя получить американскую визу потому что консульский отдел полностью сокращен насколько я знаю это было не российское решение это было американское решение ну кто там знает точнее можете мне поправить но насколько я знаю таким образом а раньше что было и в москве и санкт-петербурге и вегатеринбурге по мы получали то есть раньше по россии много было но сейчас вот так теперь тем кто по тем или иным причинам кому нужно поехать соединенные штаты америки тот должен искать где записаться ну вот смотрите есть там разные варианты смотрите сразу разделяем для русскоговорящих те кто собеседование на русском языке только смогут проходить я имею ввиду те у тех есть в общем-то два варианта польши или казахстан остались казахстану смотрите запись в общем есть всякие боты я в этом не участвовал но я слышал да что там за какую-то денежку бот вам поможет записаться в американское консульство на собеседование можно так можно искать самому слоты они выкладываются но опять же не знаю про казахстан я вам точно низком не смогу сказать насколько они выкладываются но кто интересуется вот посмотрите есть специальные форумы по записи в консульство соединенных штатов америки в республике казахстан дальше есть польша но в польше опять у нас получается что нам надо как безветренно да кстати микрофон не надо закрывать привычки все ли хочу микрофон закрыть в польше значит ну нужно получить соответственно визу шенгенскую чтобы туда попасть в принципе это тоже возможно но достаточно сейчас не просто тоже вот эти слоты сократилось очень количество визовых центров там более-менее еще дает испания и италия конкретно в польшу я боюсь будет тяжело именно если вы напишите что на собеседование но это какую же визу надо открывать ну в общем проще всего туристическую визу да и потом доехать до польши на собеседование польши через свою границу пускает все-таки по моему пока что дальше записались все либо туда проще всего если вы можете собеседование на английском проходить я кстати преподаватель академии и преподаю юридическую специализацию на английском языке поэтому поэтому там зависит от уровня студент в общем кому-то еще рано пока что специализацию юридическую преподавать вот и поэтому у меня не было с этим проблем что я достаточно свободно говорю по-английски и поэтому я записывался просто куда можно было удобнее всего полететь и были какие-то слоты вот но в общем я начал смотреть в турцию потому что сейчас сейчас из москвы в турцию проще всего наверно полететь из-за границы ну и значит я смотрел стамбул там была запись на полтора года вперед ближайшем то есть там слоты больше открыты там были свободные места но просто через полтора года что мне ну как-то не очень понравилось я начал смотреть другие варианты еще есть консульство сша в славном городе анкаре в столице турции вот я и направился туда в столице там была запись через полгода по моему вот ну что-то типа в июле я где-то смотрел или в июне запись была на ноябрь там в ноябре приехал в турцию и и прошел собеседование еще многим отказывали передо мной прям стояла вот девочка и я такой он студентка что ли она ехала учиться вообще и ей отказали ну просто одиноким женщинам да тоже как-то они власти сша опасаются зачем они туалет смотрите просто беседование сама главная цель вот какая лавочка вот как тут хорошо можно посидеть с боярышником ну как мы русские любим в сериотипах с балалайкой вот и что я хотел сказать да само собеседование само собеседование было для меня но я не сказал что сильно сложным основная мысль такая в общем нужно доказать потому что youtube снес мой ролик я там показал свой паспорт с визой и youtube снес мой ролик про собеседование американскую визу там я подробно говорил исходников мне к сожалению сохранилась но и в общем все это эта история поэтому я в краткий сейчас напомню я так бы дал ссылку просто мне вкратце следующее то что вам главное доказать вот офисер американский это не офицер это работник офиса до офиса консульства и вот этому офисеру вам главное доказать что у вас нету цели остаться в америке да потому что у вас виза историческое и вы получается не совпадает заявленной целью ваш визит поэтому я подавал на визу b1 b2 это турист туризм бизнес называется ну то есть по делам да я либо туризм это одна виза но она не дает право на работу естественно на найм но мне это не надо ну и вот дальше ну там спрашивают задают всякие вопросы такие ну типа говоря боитесь ли вы там мобилизации я сказал не боюсь потому что естественно если боюсь это значит скорее всего ваша цель будет там уехать вот от этого то есть опять вы нарушаете цель поездки туризм бизнес и можете там остаться да вот в этом плане то что поэтому это не важно действительно ли боитесь или не боитесь мобилизации но ответить надо так потом или как сказать добросовестно вы заблуждаетесь насчет опасности мобилизации для вас или не добросовестно заблуждаетесь такие юридические диалектические формулировки будут кто понял я думаю прислушайте поймете о чем я значит ну это неважно до добросовестно заблуждает заблуждался на этом собеседной или нет никто это не докажет значит я на меня сказал что не боюсь да что я у меня военно учетная ваша специальность я сказал что я переводчик по военной специальности я говорю я думаю там нужны пулеметчики они переводчики и поэтому я не боюсь этого но этот ответ я так понял удовлетворил потом она спрашивала где я еще путешествовал а я в европу я все вообще объездил половину азии и поэтому я все рассказал но это тоже было воспринято лояльно то что я да уже но много каких мне было шенгенвиз поэтому проблем с возвращением моим не было хотел бы уехать давно уехал я уже наверно не в том возрасте чтобы кардинально что так менять но кто-то меняет но не то у меня профессии ситуация вообще жизненная ну вот дальше получил я значит эту визу все она сказал поздравляю вам одобрена виза и и будет получать в стамбуле то можно было за деньги еще чтобы она получилась я так понимаю все собирают паспорта везут стамбул и там штампуют эти визы и потом если заплатишь дополнительные денежки ты значит тебе и отправит обратно в анкару но я думаю а когда это все оформлял я думаю чем нет в каре сидеть я уж там все посмотрел и вылетать из стамбула проще в москву рейсов больше вот поэтому я поехал без паспорта кстати вот кто у меня была только копия получается моего загранпаспорта всех я призываю сам про еще не сделал оформить два загранпаспорта пусть один будет вы совет адвоката совету адвоката поверьте пусть вас будет два загранпаспорт ну вот законодательство наш позволяет можно сделать два загранпаспорт иметь два загранпаспорта кто-то будет спрашивать говорит что один вот но дальше получается что у нас я без паспорта поехал и там полиция останавливала автобус проверяла всех по-турецки быстро посмотрел в телефоне как будет сша там как-то сша по-другому очень и если его почти как по-другому я по-турецки там типа сша посольство сша посольство виза один таки да все понятно видно по тебе что-то нет не экстремист какой-то ну вот значит поехал я таким образом доехал все получил улетел москву все нормально дальше начал планировать поездку начал смотреть даты как это все подходит по ценам чтобы не ну не очень было потому что билеты конечно сейчас где-то 150 150 тысяч билеты если вы просто обычные выходит нормальный маршрут выбираете до чтобы там не сильно долго все мне очень повезло я купил нашел билет он был через полгода и как раз к этому времени когда мне надо было в чтобы в нью-йоркскую школу права приехать на процедуру адмиссии admission ну адмиссии наверно так и будет вот поступление и ну и значит приехал и и билет очень дешево но давайте я там с цифрами вам скажу какая разница значит где-то там из москвы через стамбул до вас анджелеса пять часов пересадка в стамбуле билет мне стоил 33 тысячи рублей я помню еще когда билеты из москвы в нью-йорк стоили 16000 но сейчас это фантастика просто с этой ценой москва лос-анджелес через стамбул и нормальный рейс то есть присадка там не супер не супер длинная ну вот значит и да еще кэшбэка мне вернули 3000 по моему с этого билета он есть вообще обратно я летел сразу скажу из нью-йорка вот москва лос-анджелес обратно из нью-йорка в ташкент то есть не будет длинное видео из нью-йорка через ташкент в москву это стоило там 50 чем-то тысяч тоже какой-то там кэшбэк ну в общем вообще нормально получилось по нынешним временам опять же на билеты я имею ввиду и это были хорошие самолеты туда был тёркеш и airlines обратно юзбекистан airlines хоть звучит узбекистан airlines знаете но там был боинг 787 dreamliner это самый современный самолет который сейчас есть у боинга и поэтому вот смотрите вот видите такая насыпь песчаная тут купается когда-то тепло очень много людей купается это все вырытый песок вот только такой песок был тут бор был такой песок его весь вырыли на трассу москва-санкт-петербург правильно и вода сюда перетекла может тут московское море недалеко волга вот это вот те места так ладно дальше рассказываю значит при полетел я в лос-анджелес в стамбульском аэропорту очень рекомендую в новом аэропорту очень рекомендую бизнес-дал там правда было очень много народу когда я там был это бильярд стоит но все равно там можно было покушать посидеть спокойно все равно я нашел место значит дальше рейс лос-анджелес 414 часов ты получается где-то там до стамбула четыре с половиной часа до где-то потом пять часов там в стамбуле и 14 часов лос-анджелес вот очень сутки добираешься но там про самолет ничего могу сказать два раза кормили нормальный самолет боинг 767 по моему был тут турецкая еда там была вот в общем я не знаю я до этого ночь не спал и потом значит хорошенько поспал там поэтому большую часть времени я просто спал в этом рейсе со мной летел лидер группы наив что тоже было не просто интересно я увидел на концертах только это так ну ладно дальше прилетел в лос-анджелес там паспортный контроль естественно долгий на паспортном контроле мне говорят отойдите сторонку я сторонку отхожу и за мной приходят таможенники мужчина и женщина и меня уводят значит куда-то в глубины аэропорта прилетел я в лакс лос-анджелес лекс там там куча аэропортов вот чтобы конкретным быть конкретным прилетел в лекс значит что дальше в лексе эти таможенники они меня всего шмонали ну смысле все очень вежливо все ну покажите это покажи ноутбук зачем он ноутбук я говорю я собираюсь поработать они говорят вы прилетели сюда работать я говорю да я начинаю объяснять то что вообще-то идите адвокат не то что у меня ну я не здесь буду работать я буду работать во всем мире как у меня клиенты во всей во всем мире не поэтому мне все равно какие-то дела появляются игры я наемный сотрудник у меня нету такого понятия как отпуск там первое вторых я люблю свою работу я не хочу отпуск что я буду делать я буду просто так лежать что ли я так не могу мне не нравится там лежать на пляже просто так делать и поэтому в итоге до флешки зачем вам флешки там еще угораздило у меня было письмо для олимпийского комитета о не для олимпийского для гер книга гиннес рекордов гиннеса на книга записи гиннеса вообще называется перевод неправильно рекордов вот и письмо для них там но там по другим делам и они говорят что это за письмо игру на на английском можете почитать играть нет какая-то там информация важная секретная игры нет никакой информации не я просто хочу передать им игры потому что мне ну как бы зал с собой чтобы быстрее просто его доставили она будет идти черт знает сколько там из москвы если его отправлять но очень кучу таких дурацких вопросов но потом я понял что они тернули время пока со мной не поговорить службы безопасности и видимо они ехали ну и вот это безопасность тоже со мной но не ничего там тоже не было тоже вопрос про мои планы что делать зачем почему но я им говорю ребят я я все понимаю я в общем все понимаю и поэтому давайте я вам расскажу что все нужно как я уже видео каких-то но в предыдущих видео тоже из из америки по моему из лос-анджелес видео я уже говорил что я не с какими спец там гостом и вот это все я ни с кем из них не сотрудничаю даже если эти организации обратятся ко мне как клиенты я я не буду с ними сотрудничать у меня только частные лица и фирмы коммерческие все политика эти там кто-то мне нравится вам не нравится вот давайте я юрист не у меня нет еще мне нравится не нравится я занимаюсь правом и не суверенным правом а частным правом понимаете то есть я не не работаю с законами и между государственными отношениями в таком на уровне там государств или каких-то таких организаций которые этим занимаются я работаю на уровне частных лиц и коммерческих предприятий международными законами вот но но и соответственно все я им объяснил все рассказал секретов я никаких не знаю все равно мы значит все они меня отпускают горит все идите я щас наприкалась там и задели еще цирушники сейчас будут меня ждать они говорят нет нет смеются уже все отдыхайте но хорошую мне фразу сказал он горит не слишком очаровывайтесь лос-анджелесом изначально чтобы не разочароваться и это потом в общем подтвердилось потому что америка вся страна контрастов там и понимаете не было вот этой всеобщей уравниловки и хотя в россии уже тоже уравниловки так сказать нету но но все равно очень большие контрасты тоже скажем так просто они может быть не так не так видны потому что это старается как бы все не выпячиваться сильно кто выпячивается тех вот последние годы особенно начали спрашивать что там них с налогами а а если не выпячиваешься то как бы все эти нормально будет но контрасты тоже очень большие а там это просто это видно с этим но не было такого что если тут там человек предприимчивый считался там вором и жуликом а и наверное до сих пор в голове многих во власти кто это так считается так не было вот тут там просто этого этого нет наоборот ты предприниматель ты молодец это не делаешь предприниматель вот опять сейчас скажите понимаете вот значит обманывает людей но это же не про это предприниматель это вот у вас хороший сервис у вас в два часа ночи суши дома у вас хороший хороший юристом работать с вашими проблемами него то есть это это хороший сервис это продукты не не там весной или летом по сезону там овощи а в 6 утра или 8 утра там а то и круглосуточно ну вот это бывает в этом преподавали предпринимательство поэтому тут воры и они не в не в таком бизнесе который вот которого вам удобнее становится они в других бизнесах сидят которые монополистические ну вот значит что я хотел сказать дальше значит лос-анджелес все я поехал я поехал на метро гостиницу этом и это мой уже прикол такой я любитель этого я сразу начинаю бросаюсь в пучину города начинаю узнавать этот город поехал на метро оказалось гостиница район оказался ящик ну посадил по ценам сравнил фотки вроде нормальные у всех по ценам сравнил думаю вот это что подешевле смотря думаю хорошо значит надо брать чем не какая разница вот я смотрю там два района рядом там 500 метров разница а цена ниже я думаю что надо брать нормально вот я приезжаю туда ночью ничего не заметил мне потом говорят местные говорят ну слушай ты должен был там бояться идти я говорю по этому району где я шел и на метро доехал да и потом пешком пешком дошел от метро до гостиницы игры ты должен был бояться тут эти игры ну блин если я знал я боялся я но я же не знал ну и забегая вперед я скажу сразу что никаких проблем соединенных штатах у меня не было ни с чем ну кроме там с валютой да с карточками но это в общем вопрос я расскажу про это это вопрос в общем решаемый при желании безопасности я имею ввиду мне иногда было страшно дискомфортно в какие-то моменты на это же расскажу про это но я не сказал но и вот именно какой-нибудь там агрессии в мою сторону не было хотя там проводил по таким районам ночью я говорю очень большая разница вот этими отелем два отеля до 500 метров но один там в мексиканском таком гетто другой и как бы в обычном нейбер худи и ну и очень очень рядом но вот этот этот отель был дешевле именно потому что он находится в таком районе как бы неблагополучным вот поменял я в лос-анджелесе несколько мест приехал в одно место в один отель который мне следующий был на это делаю всегда я в одном городе живу в разных местах чтобы посмотреть я приехал в другой отель в центре в даунтауне уже самом там не говорят там и оплатил его заранее нас на сайте на бронирование отелей то мне говорят у нас еще у нас старые там старые номера но смысле там это уже и классические до винтаж и и говорят это ли 50 или 100 долларов они говорят еще надо оставить депозит я внимаю бумажку они говорят не нет только кредитная карта я начинаю картами и знаете что у меня нет кредитных карт у меня никогда не было и нет никаких кредитов и поэтому мы мои дебетовые карты не прошли я понял потом уже почему они прошли это тип как бывает как машина аренда машин и бывает что они требуют только дебетовые карты только потому что они просят дебетовые карты потому что чтобы но можно было в минус уходить что если вы машина больше повредите что у вас будет куда в минус списывать просто с дебетовой карты у нас вы в минус не уйдете да ну и вот и и видимо нужно была такая карта потому что все мои дебетовые карты они прошли ну и все наличным нельзя на ними говорят извините мы не можем вас заселить так прикольно но вы сказали что вот то что вы заплатили все вам вернем ну значит ладно в принципе да надо было соглашение прочитать может там действительно было написано только кредитные карты тогда бы они могли не возвращать то что я не прочитал соглашение про кредитные карты да ну в общем в общем все вернули все нормально я поехал в санта монику это район лос-анджелес на юго-западе этот это такой вот из хороших районов он прям на океане находится и вы можете посмотреть видео первое видео из лос-анджелеса я его прикреплю тоже там где я говорю про иммиграцию кому надо иммигрировать кому не надо это вот я иду по пляже по пляжу в санта моники там все было отлично санта моника мне конечно очень понравилось это прямо такое место куда съезжаются вот именно отдых местные найти приезжают на отдых солнце песок погода великолепно не жарко то есть там бриз все время с океана это получается у нас тихий океан и а я в 2009 году я был во владивостоке то есть и там как раз тихий океан тоже и я там купался в тихом океане и поэтому у меня был такое то что вот я хотел так сделать чтобы с другой стороны тихого океана тоже искупаться как бы саму себе передать привет в то время ну вот в общем дальше санта моника потом лос-анджелесе я еще пожил пожил в другом месте это на востоке лос-анджелеса снимал в таком нейбр худи ну вот приходите в телеграм-канал и там можно найти фотографии либо вконтакте переходите там тоже там все весь сборник вообще фотографий собран в в таком очень очень и вот хорошим найти как вот александр коломбо улицы лос-анджелеса там и вот там вот такие вот как по которым ездил после дома соседством да вот таким он ездил и вот там вот так все выглядит то есть очень прилично значит смотрите да он там суть такая американцы я это там долго ходила и пытался понять почему я первый отель во второй отель я в до в центре прям в даунтауне снял потому что я думал ну как чем ближе к кремлю тем лучше да но там это не так работает в америке вообще децентрализовано очень сильно поэтому там нет такого там даунтауна наоборот это самая помойка там тоже только бомжи и сумасшедшие там и туристы такие ходят и офигевают от этих бомжей сумасшедших который там еще лазит вот ну сейчас будем заканчивать первую часть уже так полчаса о дальнейших приключениях я тогда расскажу во второй серии этого видео и так мы остановились на даунтауне лос-анджелеса тем пока